МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас разработчики проекта планируют создать единую систему оплаты труда для всей страны. Зарплаты врачей будут состоять из оклада и стимулирующих, а также компенсационных выплат. Черновский районный суд 4 осмотрит уголовное дело предпринимателя из Челябинской области, который поставлял поддельные медицинские халаты в краевую клиническую инфекционную больницу. Об этом сообщается на сайте суда. Бизнесмену предъявили обвинение по статьям Уголовного кодекса о покушении на преступление, о сбытии фальсифицированных медицинских изделий и о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание предусмотрено по статье о мошенничестве. Лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей перед доходом осужденного за период до трех лет. В России предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации. Такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны. Об этом заявил о вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Он сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые в обществе принято платить сбор. Эксперт также рассчитал приемлемую сумму. Для такого штрафа, по его мнению, сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной. Владелица питомника в Чите прокомментировала видео с издевательством над собаками, которое якобы произошло в ее приюте, назвав это местью бывшего работника за увольнение. Она сообщила это в разговоре с журналистами. С ее слов в приюте все хорошо, собаки накормлены, на территории всегда чистота. Видео с издевательствами над собаками появилось в интернете. В описании к постам было указано, что это произошло в приюте на улице Рудной, 19 в Чите.